Майдан пришел до тебя из твоей веки. Приходь! Сера! Сера в масле! За стольки роков ни мови нашу не вымчил, ни народу нашу не вымчил. Приходь! Приехали на тебя гостей, отворюйся с ним. Давай, давай, свиньи речи! Господа, давай! Ось эти СБУшники по надзаборам, слышишь? Зараз буде вам все, і музика, і пісні, а може Язірова побачите, живого. Осталось! Оу! Скажіть, будь ласка, а фейерверк ганьби, будем йому раприснути? Чую, Азіров, навіть, хто вже хоче тобі, значить, ганьбити, навіть, нашим фейерверком обов'язково. Гіршого, бездавні, що є, покровідно, зі Тея, Азаром. Не було. І не буде вже ніколи. Щоб таким сірим ти, тільки словом, навчався вимовляти реформи. А що воно, ти не знаєш. Ми сьогодні були у твого покровителя. Сидів він на своєму золотому унітазі. Унітаз, правда, в нього і з катапультою. Через тепість від нього ми приїхали до тебе. Він, ти знаєш, дуже ображений, щоб у тебе паркан вищий, ніж у ньому. Як ти міг себе дозволити? Ну, чекаємо ж тебе, Азаро. Які гості до тебе приїхали? Подивись. Слушай, а ну підійдет. Да, лопату. Можеш з лопатою вийти, тому вона дуже пасує, Азаро, лопата. Так у мене плохо камера знімає. В моєму індивіту лопата настільки пасує просто, що ти себе навіть не гавляєш. Що ти там продав ще в Україні? В Росії продав з України? Скажи, що? ГТС програв? Ми ж не дамо. У тебе ще є шанс піти там по вільну відставку. Азаро? Зроби це іще. У тебе гей. Ти підеш сам, як ми ж допоможем тебе. Тебе, щоб військово всі снасять. Чого ви тікаєш? Чого ви тікаєш? Чого ви тікаєш? Ну всі троє, якраз супер. Ви фотографії. Всіх троє фотографії. Чого ви тікаєш? Будьте героїли до кінця. Чого ви тікаєш? Марті служили? Служили. Та він служив. Він сам не знає, де він служив. Дивіться, дивіться. Називали? А я до вас не говорив зараз. Я колись звертаюся. Ти кажу на ви. Дивіться, у нас захід. Законай до гіку України. Ви будуть підійдити до конкурсу? Є. Я всі записи на Майдані. Законай фото. Підходимо і для виконання гіку надають. Ці троє всі. Ось ці двоє. Та їх вже зафотографували на цих. Це беушники якісь? Ось звичайно. Ось гадо. Плохо снімати. Нифига не видно, блин. Нифига не видно. Нифига не видно. Так, як розося на сонці. Законуєм їм, і братці, у своїй сторони. Ось і душу тіло ми положим. нашу свободу и покажем, что мы, братья, позадьскому роду. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, позадьскому роду. Слава Украине! Героям слава! Украина! Героям слава! Украина! Героям слава! Украина! Героям слава! 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 Героям слава что мы требуем отставку его и уряд, что мы требуем извольнения политвязнений, что мы требуем криминальной ответственности тех, кто давал наказы и кто бил студентов, кто внушался над детьми за вказинки, и Януковича, и Азарова. Азирова, Азиров, выходи, вы принесли бимбу. Банду! 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 Поки мы пишем наши вимоги и наши желания, мы пишем только вимоги. Пишем вимоги, и пока мы пишем вимоги, кто хочет сказать несколько слов правды, может подойти к мегафону и взять участь в нашему митингу-пикету гражданина Азанова. Слава Украине! Героям слава! Азиров, выход! Азиров виход! Вы знаете, шановные друзья, сегодня меня открыли очки на какую-то истину, которую я раньше не знал. Можете, все знали вы, а я не знал. Но знаете, каждый день, как говорят, век живой, век и чистой. Мне сказали, а вы знаете, что будет, если взять Мео Азаров, прочитать навпаки? Вы сказали, что это будет Воразам. И вы знаете, у Вора мы уже были, а сегодня пришли до Воразама. Вот такая веселая история, вы понимаете? Вот так, как сидишь в парламенте, ходишь на митинги, а головной истины так и не узнаешься. Конечно, конечно, что сегодня наше завдание главное – избавиться головного Вора. А сами все попадают сами. Но каждый из них несе ответственность. Вы же видите, как Янукович хитро перевел стрелки на Азарова, когда нужно было взорвать Евроинтеграцию. Пока он был где-то в Австрии, Азаров уже подписал решение, что мы не вступаем в Евросоюз. Вот такая, выходит, веселая история. Тобто Азаров – это стрелочник, всего-навсего стрелочник. Но стрелочники тоже будут сидеть, потому что они стрелочники, и их садят в первую очередь. Поэтому мы сегодня пришли к Воразаму, и он должен быть за гратами. Банду, 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 б Иван Плюш, что он заходил до тебя вырешивать какую-то маленькую справу, и ты ему сказал правду. Я ничего не решаю в этом правительстве, и показывал на Банкову. Так оно есть, ты абсолютный нуль, ты чужой Украине, и своим антиинтеллектом, и своей поведением. Ты как-то с трибуны сказал, да пошли, и мы пошли, и опинились в тебя под двой тьми, и требуем, чтобы ты пошел в ГЭТ. Мы знаем, куда нам идти, но без тебя, без такого бездарного темного премьера, мы понимаем, почему тебя Янукович тримает, потому что ты дурнейший от него. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Зараз в лекарне находится наша соратница, наш друг Тетяна Чорновол, которая в том числе занималась и расследованием ганебных действий от этой злочинной орды. Вона и сегодня поруч с нами, и пусть они слышат, что мы поддерживаем ее, и мы не дадим ее образу никогда. Таня, мы с тобой, Таня, мы с тобой, Таня, мы с тобой, Таня, мы с тобой. Друзья, мы сегодня последний раз упомянули, что народ на колено не станет, Украина никогда не будет такой, как была раньше. И еще раз, и еще раз, разом и дружно мы скажемо банду геть! Украина никогда не станет на колено перед Кремлем. Украина была, есть и будет независимой европейской страной, которую жизнь увидят только в сообществе цивилизованных стран в Европейском Союзе. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Я з радістю передаю слово нашому побратему, народному депутату України, Олександру Бригінцю. Слава Украине! Друзья, у меня есть такая пропозиция, оскільки вы помните, как падала Берлінская стена, вот так колись падается, но для того, чтобы понять, как она падает, я предлагаю всем встать вдоволь стены и спокойно, не нужно так наткненно бить, нужно просто грюкать, чтобы был звук. Мы все равно сегодня не валим, мы сегодня делаем такой барабанный бой. И поэтому я предлагаю, от того, до того, мы стоим вдоволь паркана, чтобы они там, слышали, что с всех сторон до них иде этот грюкит, и что мы можем вернуться через каждое место, которое есть в этом паркане. Мы не ломаем паркан, этот паркан когда еще не добиться. Мы сегодня просто даем им почувствовать, что в каждом месте, где бы это ни было, для них есть небезпека. Майдан – это не шматок Киева, Майдан – это вся Украина. Мы прийдемо в каждое место, где сидят дармогиды наши и украинского народа. В каждое место, всюди, нас миллионы, а их всего-навсего десятки. Посмотрите, сколько нас, что это не святовый рекорд по грюканню. Мы говорим им, мы пришли за вами, мы пришли за вами. Идите, геть, Украина будет украинской. Посмотрите, от одного края до другого. Сотни людей грюкают, а они не слышат. Сотни людей грюкают, а они не слышат. Неужели они никогда этого не слышат? Если мы можем тихо грюкать, то не слышат. Я думаю, что одна из первых решений, которая будет вкладана новой владой, это то, что все государственные даты нужно отдать детям. Не могут чиновники сидеть на шею украинского народа и не слышат.